хорошо друзья мои значит ну мы с вами отмечали что началась такая серьезная атака на штаб и штаб ответил чем но чем может ответить штаб светлана тихановская дала несколько интервью и рассказала и рассказала о том как она видит ситуацию все ну рассказала поделилась как есть вот монро джеймс андрей лёг подрать а у них все это одно им если что не нравится это значит либо кгбшник либо русский мир до 22 из вариантов жизни вот пишет монро джеймс лег под россию продвигаем нам российские темы то есть тема что человек говорит против пыток за свободу как главную ценность за против лжи лукашенко это русский мир ну дожили да да русский мир свобода это же очень там это только и есть русский мир у кого свобода есть и против пыток это русский мир конечно боже но вот что у людей в головах это просто какая-то хорошо да ладно нет супу это знаете вот есть и батьки есть вот эти которые где кто им не нравится те сразу русский мир эти солдаты бычковского да вот которые не на границе там они тут и своего русскомирного генерала защищают надо есть такое ну ничего не поделаешь надо понимать что люди разные это и и сколько людей столько мнений так вот следующая тема ответ светлана интервью на ответ светланы тихановской форме своих интервью на все эти хейтерские какие-то нападки которые на нее были на ее штаб и так далее и она сама взяла на себя всю ответственность и все рассказала я считаю интервью важные в любом случае важные они действительно ну нам объясняют логику ее позиций по самым ключевым вопросам этих вопроса два вопрос полиции заключенных вопрос отношений с россией ну я так понимаю это то что больше всего волнует хейтеров и не хейтеров всех волнует больше всего значит давайте давайте посмотрим вот как бы квинтэссенцию сам важного интервью она дала его евро радио зимитеру лукашику лукашику потому что у сергея чалова давно более длинная она там говорила то же самое но вот как-то и удалось емко все сформулировать именно на евро радио я считаю что именно это мы должны и и посмотреть и проанализировать скажем россия те верите вы до этой до этого часу что россия москва путин кремль яны все ж таки неким чином стануць на бок белорусского народа вы не бачите погроза вот на фоне того что отбывается сяки наведуць этой своей прымузда интеграции и гэтак далей что все ж таки оттуль и депа гроза вы какое у вас ставлення в угле да у сходу знаете я не прекращу предлагать кремлю конструктивный конструктивную роль в решении кризиса беларуси так получилось что предыдущая правительства беларуси выстрела очень зависимую от россии политику в нашей стране и ну этот фактор нельзя игнорировать но что говорит человек просто я не перестану предлагать россии конструктивную роль в разрешении кризиса потому что роль может быть два варианта конструктивная например не вмешиваться хотя бы да и деструктивная деструктивная роль россии это введение войск это поддержка диктатора все в цело да это внедрение русской пропаганды и русского мира в наши мозги в белорусские да это деструктивные роли россии она четки посылает сигнал я предлагаю по отношению к белорусскому народу дорогой путин да подумайте про это да поступить все-таки конструктивно в разрешении кризиса разрешение кризиса какое может быть только уход лукашенко правильно значит или убирайте его или не мешайте нам убрать вот эта конструктивная роль да если вы ему помогаете или пытаетесь забрать страну это деструктивная роль значит она предлагает конструктивную ну хорошо я у меня нет никаких здесь возражений да не вижу здесь никакой русскомирности ничего да человек говорит причем я должен сказать что вот это ей говорят и на всех уровнях европейской политики как вы понимаете когда кричат ой там она же обнимется с путиным и так далее вы видели сейчас саммит байден путин байден самые теплые слова облобызания до этого в женеве и вроде как ну слушайте как это так байден обнимался с путиным жал ему ручки и так далее да это политика это отношение это переговоры на них люди жмут друг другу руки говорят в начале приятные слова чтобы потом сказать неприятные слова говорят володя или там джо да там или как трамп говорил хороший парень бывает так но это для того чтобы в атмосфере хотя бы человеческого доверия донести очень неприятные пилюли поэтому ей все европейские сами политики советуют что не оскорбляйте не опускайтесь до этого уровня потому что до проблему ну как там туда оскорбление дойдет но она вернется она вернется в виде войск она вернется в виде экономического удушения она вернется в виде политических ударов естественно вернется в виде адской пропаганды ну кому это надо все правильно она делает я думаю что не нужно идти на эскалацию конфликта с кремлем то есть не надо их чем-то обвинять нельзя там идти на разрыв отношений потому что наши народы они все равно близки и все равно мы будем но она говорит и это абсолютная правда да значит сейчас идти на эскалацию пока мы еще не добили лукашенко нет никакого смысла потому что да они с лукашенко они так объединились именно поэтому во многом да но тогда они просто станут единым кулаком которым раздавит любое инакомыслие и любую попытку сместить лукашенко потом можно вы победите сначала вот можно победить забрать власть забрать страну а дальше начинать эскалацию не знаю стены строить границы вводить но это делается потом если это делать сейчас во всяком случае говорить оскорблять и так далее то наш враг лукашенко получит значительно большую поддержку в единственное чего добьемся путина и на международной арене россия очень влиятельна в обсе в совете европы в других международных организациях ее везде слушают и везде боятся она влиятельная понимаете она и в европе будет гадить как вот сейчас лавров сделал когда привез макея ну естественно тут мало не покажется не время не получится война на два фронта здесь с лукашенко и с путиным сначала добивать надо хотя бы одного все верно она говорит что здесь не такого что здесь не по что здесь про русского все время соседями но дальше говорит там есть электорат люди которые повязаны с россией они есть да есть националисты но их такой процент мы знаем какой процент примерно да можем провести любое голосование где угодно вы увидите что ну как бы и мы проводили их их какой-то процент есть обычные люди не политизированные но связанные с россией то что вот пишет у нас наш тут белорусский свет это руси русификованные или руси цифованные белорусы ну есть они но их не выкинешь их не выжжешь их в москву не отправишь их может быть миллиона полтора-два поэтому надо здесь понимать что если ты президент ты президент не там не ябатик только да ты президент всей страны это ответственный подход нормальный и понятно что кремль не повернет свою точку зрения сразу же одномоментно на 180 градусов но показывать им что у нас нет противороссийских настроений в стране что мы хотели бы дальше выстраивать нормальные торговые отношения как минимум со страной все правильно ну а как ты это же или воевать или или торговать тут два варианта ну и все равно газ ты ж не из воздуха получишь ты от них должен будешь получать этот газ на котором вся белорусская промышленность работает дальше нефть ты из воздуха не получишь ты все равно я с востока только будешь получать все транзитные товары идут из китая через беларусь ну как через россию и беларусь и так далее там куча вопрос она понимает что сейчас ей еще не став никем вякать шавкать на россию можно можно но просто это отдалит победу очень нам на долгое время вот и вся история и но из-за того что вы сейчас поддерживаете политику нелегитимного президента в этим самым и свои и ваша жизнь становится сложнее видите что человек импульсивно принимает совершенно какие-то ненормальные решения которые могут повлиять и на ваше отношение западными странами поэтому поддержка этого человека выйдет вам дороже ну все правильно она говорит она как бы мягкой форме намекает что каждое ваше как бы действие по этим интеграционным картам по поддержке лукашенко в итоге выльется дороже и не жалуйтесь но все правильно так и есть очень точно да и ну научили уже ли она научилась это дело дипломатично но по сути очень жестко да что ребята очень большая цена будет вашей поддержки вашей поддержки этого неадекватного режима правильно так называемая дружба с ним поэтому нужно все это будет дружба для вас высокой цены подумайте какие 21 веке находить способы разговаривать именно решать проблемы и сушки ну надо верить и ну надо еще и работать над этим поэтому и эскалация конфликта на ни к чему не приведет она не приведет она реально если бы она имела какие-то практические последствия вот взять и просто сейчас значит людям которые находятся в вильнюсе не в минске не во дворце не руководят страной а в вильнюсе начинать там какой-то дикий ор но одно дело это кричит как неадекваты там да и вот другое дело ты находишься в рамках обсе совета европы встроена в эту политику вся эта политика помогает тебе давить на режим да не вот и ты надеешься на то что у режима эти ресурсы будут заканчиваться все-таки все-таки с востока ему не окажут критическую помощь в нужный момент когда начнется и в этом вся задача чтобы не прилетели русские десантники но если если пойти на конфликт эти десантники рязанские прилетят точно но это очевидно совершенно любой ну как бы более-менее нормальный человек это это прекрасно понимает если мы говорим о победе они о просто потрындеть ну вот без жалостный пчеловод спасибо огромное жужжим до победы работаем до полной спасибо друзья отрывается что калиправтом вы отрымали запрошение там на размову ну хай может быть не с путиным а с кимсти с высоких чинов с администрации президента вы скористалися этим шансом ну конечно воспользовалась бы у нас же не геополитическая революция в стране у нас борьба против диктатуры против насилия против репрессий и гнета вот абсолютно внятно сказалось на него за это больше всего бочек не геополитическая революция она к сожалению к огромному искреннему сожалению и их и нас и всех не геополитическая потому что все опросы показывают что за вступление в евросоюз на данный момент 20 процентов еще 20 примерно за все эти российские проекты и остальные это болото но это это просто объективная социологическая реальность которая подтверждена даже опросами здесь на альтернативном благовидении зайдите пролистайте опросы вниз первый или второй опрос вообще который здесь был проведен и увидите что 70 процентов а говорили что не геополитический характер из конечно мы за это критикуем белорусов что они пока не созрели что выйти с флагами евросоюза выйти кричать мы хотим ес мы хотим нато ну но них нету таких большом количестве настолько большом чтобы сделать эту революцию ну что ты сделаешь с этим ну она может чек же быть просто объективным не хотелками какими-то идеальными оперировать да и сказками не вот а ну реальностью жизни этому мы будем разговаривать со всеми странами которые могут конструктивно повлиять на решение политического гуманитарного кризиса в стране но на нейтральной территории украины территории типа можно разговаривать что да ну а что да это переговоры они могут быть где угодно как угодно и с кем угодно да гитлер вел переговоры с великобританией сталин дикий диктатор адский диктатор вел переговоры с черчиллем вел переговоры с демократическим рузвельтом и ничего страшно все между всеми вели переговоры с разным этим концом конечно но это как бы зрелые политики они ведут переговоры байден прекрасно понимает кто такой путин какие войны он ведет монро джеймс для вас специально и тем не менее байдену вы не ничего не предъявляете никаких претензий что вот он только что провел с путиным огромные саммит видео чушь вы тут не возмущаетесь и американцам не пишите это тоже самое абсолютно то же самое спасибо огромное человек вы человек да друзья мои 2 500 на стриме больше 1000 лайков не забываем поставить лайк не забываем подписаться нас должно стать 46700 и конечно же каждый ваш донат это гигантская помощь этому каналу и людям которые помогают его делать вот спасибо дорогие идем дальше это накерунок ну троху провальный скажем так о работе офиса светланы тихановской но вот ну как то вот не вельми не твой узровень односинову як вот из сша из усими европейскими краинами а тут что-то не так что не так вот что и кому треба зробить сказать вот тихановская повинно нечто сказать как там сказали а ну теперь все нормально тияны повинно нечто сказать вот что у нас есть поддержка от украины но мы должны понимать в каком положении находится украина сейчас и это давление со стороны россии и возможно эскалация военного конфликта там и украина сейчас должна быть очень осторожна можно рубить с плеча мы поддерживаем демократические силы они поддерживают но не открыто не да не было у меня встреч на высоком уровне в украине там с господином зеленским или с премьер-министром но они вынуждены сейчас очень осторожно себя вести и они к сожалению зависят и от каких-то от каких-то от какой-то продукции из беларуси но вот заявление про признание крыма нелегативным президентом беларуси может сыграть вот решающую роль в отношениях между нашими странами и также выход на выход на новый уровень отношений демсел и украины а ваша позиция по крыме с 20-го года изменилась а вы тогда в эфире сказали да юра де факта да я тогда говорила но это было знаете все об осторожности тогда тоже сейчас конечно все всегда признают что крым украинский то есть он незаконно сейчас находится под влиянием россии поэтому репрессии все внятно сказала про крым они что же это любимый вопрос крым сердцем крым ну все но крым украинский украинский крым находится незаконно под влиянием россии ну что еще надо кровью написать это не вот нет она молодец она очень четко объясняет ну уже с точки зрения конечно зрелого политика такого ну вот байден уж не надо объяснять почему он с кровавым путином встречается да что проблемы решать ну все внятно тягом чего-то часу якины на ваш поврежд зиме нили белорусское громадство и я курюте те что белорусам якия знаходится в беларуси зараз лепши зарабить я к себе поводить я про прыхильника у пирамена говорю все ж таки затаится каб заховаць сябе ти рызыкуючи удельничать у неких проектах рабить что ну как бы что-нибудь участвовать в проектах но очень аккуратно очень осторожно чтобы себя сохранить нам нужны люди их очень много беларуси их миллионы которые каждый день живут в страхе и мы должны это понимать и мы не можем просить от людей слишком много потому что мы понимаем когда каждый день свою квартиру могут ворваться люди в черном забрать в тюрьму ты должен постоянно быть готов сейчас забирают тех кто когда-то оставил подписи за баба рика хотя очень многие из этих подписей тогда были не признаны насколько мы помним но все равно это абсолютно незаконный повод задерживать людей но как говорится на стране уже к сожалению давно не до законов поэтому безопасность прежде всего сейчас это самое главное людям не надо пока на данный момент лезть на амбразуру но люди сейчас не готовы после тех репрессий после этого ужаса который испытал белорусский народ прошлом году наверное это сейчас невозможно но все зрело говорит что не надо лезть на амбразуру сохраняйте себя безопасность прежде всего тем не менее если есть возможность участвуйте в проектах которые там проекты понятно какие проекты да ну ясный месседж да мы понимаем что людей там большинство но они находятся в заложниках в опасности но сохраняйте себя это прежде всего нужно продолжать строить структуры нам нужно делать все возможное чтобы готовиться к следующему этапу ну то есть делают структуры готовятся к этапу вопрос какие структуры у меня у самого вопрос конечно потому что я всегда верил и верю только внятные либо партийные либо движения структуры тут я не понимаю что за структуры вот но хорошо допустим вступать в план перомога там уже больше двухсот тысяч человек и так 200 тысяч в этом плане перомога да неплохая цифра 200 тысяч это конечно не миллион но это 200 тысяч это уже солидно хотелось бы и и побольше активные граждане рабочим вступать в рабочий рух там тоже очень много людей и не прекращать общаться сейчас задача режима изолировать всех посадить дома в страхе постоянно я знаю крутят ролики с изображениями сбитых как вламываются к людям дом это для того чтобы нагнетать этот страх ну надо должно еще эти нагнетают вокруг который будет микрокамеры стоять в кабинках вы только никуда не ходите они нагнетают еще больше чем губопик ну да страх это основная проблема основная проблема беларуси здесь абсолютно точно сформулировано вот но опять же никто из белорусов не сможет забыть глаза друг друга в прошлом году все чувствовали друг друга и поэтому это уже не искоренить да страшно но люди понимают что все мы не можем сейчас опять опустить головы и сидеть ждать пока режиму сделает из нас рабов опять да все правильно но что еще все более-менее сказано так что вы тут пишете говоря страхе на его только усиливать зачем нет она как раз не усиливает усиливают те кто кричат про микрокамеры в кабинках ни в коем случае не ходите на референдум вас всех за это изнасилует вот эти да эти да а она наоборот говорит надо какие-то вещи делать которые безопасны хотя бы их начинать делать кстати прокопьев про это говорит поставьте этот будильник кто ну потому что вы должны сами себя для начала ну освобождать автотренингами такими от страха потому что если этот страх вас закабалит никакая бляха подземная армия никакие планы перомо вы не сдвинетесь вы будете скованы этим страхом поэтому она говорит надо участвовать максимальном количестве проектов там где возможно подписываться на этот план и так далее чтобы это это те действия которые еще не так страшно делать как ходить там границу рвать да и все остальное поэтому ну смеетесь да вот так и вот финал интервью давайте посмотрим потому что этот финал вызвал конечно сегодня у одного человека невероятную реакцию невероятную реакцию вы увидите и поймете что это это фантастика я честно скажу мое сердце сегодня надорвалось когда я увидел реакцию человека на вот этот кусок интервью который вы сейчас друзья мои увидите только возьмите воздуха побольше и так далее спасибо всем 2500 кто смотрит поставьте лайк до закиньте на канал вашу помощь и смотрим давайте самая важная часть интервью главная цель освобождение политзенемулиных ты мне меньше зараз и эксперты и политики и осей шрайбан и миленкевич и иншая кажут что может быть для того как подмахчився вызволение политвязняв отмовиться от потребования часов проведения свободных выборов как заход пачал перамовы с лукашенком и ну вызволить политвязняв спынить репрессии ну а далее вот ну не там будя для этого треба но перед при нам сикапа санкции не поширались а можно вот и заморозились як но то есть вопрос такой отказаться от требований демократизации беларуси оставить лукашенко диктатора прекратить борьбу но взамен значит легитимизировать его чтоб он как легитимный президент начал переговоры с западом снялись с него санкции а он в ответ выпустил политзаключенных правильный ли это путь задают вопрос светлане тихановской да значит лидеру нашего так сказать как везде в мире ее пишут лидер демократического движения интересный вопрос согласен давайте послушаем ответ поставить ну это круговая порука такая мы испытывали это уже в нашей стране несколько раз когда была торговля политзаключенными и это не выход это возможно ну то есть он говорит что было так на прежних выборах 10 года и так далее каждый раз благодаря этому лукашенко продлевал свой мандат легитимности и спокойно правил то есть он громил после выборов брал людей в заложники торговался его легитимизировали европа с ним опять начинала дружить и т.д. и т.п. снимала санкции он отпускал кого-то быстро кого-то кто-то сидел и весь срок там все по-разному было кому как везло кто сколько прошений написал да но он реально бесконечно продлевал свою власть да замкнутый круг удобно удобнее было бы для для всех для тех для экспертов для для политических обозревателей но они то ее называют дурой исключительно она ведь их экспертами ох людям от этого легче не станет и вы знаете мы же слышим голоса и маши и максима и виктора барика сергея тихановского что мы вас верим не давайте этой власти возможности нами торговаться но они не хотят быть живым товаром это в общем нормально это раз а во вторых они хотят чтобы эта власть ушла в этом задача в этом задача чтобы власть это кончилась уродливая да ради этого они все вступили в борьбу потратили кучу времени жизни денег кто-то лишился да там всего имущества всего и сейчас просто выйти и помахать ручкой пусть он правит до конца жизни но не хотят люди этого но объективно они этого не хотят они хотят свернуть как бы шею этой политической диктатуре все нормальные люди этого хотят и чтобы это не выглядело как работорговля этого мы купили а этого мы не будем покупать пусть сидит но это так невозможно потому что они все в равных условиях и полина шаренда понасюк и этот артем боярский про которого мы говорили студентик да и эти музыканты которых взяли там на дне рождения и максим знак и маша колесникова и лосик и статкевич и кабанов и петрухин и линник и оля токарчук 16 суток 10 30 они все в равных ими нельзя как бы жонглировать или торговать по по пачкам по одиночке по какому-то цвету или или весу да это не мясо ну зачем да и это она спокойно объясняет и это действительно соответствует потому что люди хотят отмщения они просто чтобы их выпихнули ногой без всего как воскресенского еще заставили там бегать до у этого круглого стола все понятно идите до конца идите до победы люди там верят мы не можем просто так взять и передать тех кто пожертвовал собой чтобы мы шли дальше к своей цели ну правда ну вот представьте а значит выходит говорит ладно это было все шутка значит никаких выборов новых нам не надо смены режима не надо александр григорьевич я тут немножко пошутила давайте обнулимся выпускайте там людей но как бы мы перед вами немножко извиняемся и как бы приносим свои небольшие изменения сейчас мы извинения все мы напишем сейчас тут это челобитную и европа вас признает царем императором ну представьте себе просто это вот то что круто будет потому что освободить политзаключенных это первостепенная задача но освободить страну это задача максимум то есть две задачи со всеми там идет и пройти санкции про все это освободить политзаключенных а страну надо освободить потому что вся страна это политзаключенные вся страна это концентрационный лагерь вот такое интервью и и и и и и и и и Продолжение следует...